Европейские врачи бьют тревогу. В Ирландии, Норвегии, Швеции растет число случаев детской нарколепсии. Это болезнь нервной системы, которая проявляется приступами внезапного засыпания. Заболевших детей десятки. Два года назад, в разгар эпидемии, всем им делали прививки от свиного гриппа. Вакцины разрабатывались в авральном порядке, и возможные побочные эффекты не были исследованы. О детях, сон которых не радует родителей. Илья Климов. Жизнь восьмилетнего Сигурда Бергсруда изменилась в тот момент, когда ему сделали укол вакцины от так называемого свиного гриппа. С тех пор днем его одолевают приступы непреодолимой сонливости. Он один из девятнадцати норвежских детей, у которых обнаружено редкое заболевание нервной системы, нарколепсия. Я раньше спал на первом этаже, теперь сплю здесь, в спальном мешке. Рядом мне нужны мама и папа, на случай, если мне приснятся кошмары. Кроме ночных кошмаров, Сигурда мучают галлюцинации, приступы катеплексии, утраты мышечного тонуса, когда мальчику, например, смешно. В школе мне сложно на занятиях, я так часто засыпаю, что для меня принесли в класс мягкое кресло. Родители Сигурда обвиняют чиновников Министерства здравоохранения в том, что те убедили их согласиться на потенциально опасную прививку. Вакцину нам очень настойчиво рекомендовали. Врачи говорили, что она безопасная, побочных эффектов нет. Ее тщательно тестировали. Мы согласились на прививку, теперь я им всем не верю. Два года назад мир охватила настоящая паника. Появился новый штамм гриппа. Журналисты окрестили его свиным. Среди заболевших невероятно высокий уровень смертности. В случае начала пандемии число жертв микроба может достичь десятков миллионов. Лучшие специалисты бросились срочно разрабатывать вакцины. Они были созданы в рекордно короткие сроки. О тщательной проверке речь даже и не шла. Подопытными стали фактически все желающие привиться. Это была необходимая вакцина. Она спасла много жизней. К сожалению, обнаружили серьезные побочные эффекты. О нарколепсии тогда толком ничего не знали. Вскоре выяснилось, что опасность вируса свиного гриппа была сильно преувеличена. Но печальные последствия вакцинации препаратом Pandemrix более чем заметны. От нарколепсии страдают дети не только в Норвегии, но и других европейских странах. Так и в Ирландии отмечены по меньшей мере 13 случаев. А проведенное в Швеции исследование показало, что 85% всех заболевших за последние два года нарколепсии были вакцинированы. Собственное расследование начало Европейское медицинское агентство. Результаты станут известны в конце июля. Илья Климов, Вести.